Друзья, я вас приветствую на канале О Сложном Просто. Продолжим делать каталог товаров, не будем затягивать. Сегодня будем делать апдейт и делит для сущности продукт. Я думаю, что мы сегодня их закончим. Ну и так, походу, что-нибудь еще может быть зацепим. Подписывайтесь на канал, ставьте комментарии, пишите лайки. Ну, в общем, поехали. Итак, друзья, я для начала дебагал еще один метод апдейт, который мы будем сначала получать на изменения те данные, которые уже существуют, а потом после их изменения отдавать обратно. Это get or put, по образу и подобию, как это было для создания объекта, то есть для креэйта. Ну и надо сказать, где-то здесь у меня есть. Я здесь добавил дополнительный метод, который форедит и для того, чтобы получить. Ну и где-то вот здесь он должен быть. Давайте вот подъедем повыше, чтобы было удобно с ним работать. Вот таким вот образом. Вот. И, собственно, здесь у меня уже апдейт юмодом есть. И надо сказать, что здесь в облизу подобия также категории, которые мы будем наполнять. Ну и, в общем-то, теоретически мне create, get for create очень похож. Я могу даже вот так вот делать. Ctrl C, Ctrl V. Это мы закроем. А здесь я могу сказать, что это будет теперь апдейт. И это теперь тоже будет апдейт. Ну и, соответственно, выдавать наружу будет тоже апдейт. Вот. Ну и таким образом у нас получается, что... А, здесь у нас тоже должен быть апдейт. Вот. Все. У меня уже как бы здесь есть наполнение категориях, если вы помните. Но у меня здесь не наполняется этот апдейт ремодел. То есть, теоретически мне нужно сначала по идентификатору. То есть, апдейт реквест. У меня в реквесте должен быть обязательно будет идентификатор этого самого... Ой. Этого самого продукта, который мы будем обновлять. А, ну и давайте просто большой поток красиво берем. Вот так вот. И, теоретически, я могу здесь сказать, что у меня есть build to work, get repository, тот самый product. Ой. И, соответственно, мне его нужно сначала получить. Ну, давайте так сделаем. и нажимаем, что... То есть, назовем условия, по которым мы будем выбирать, собственно говоря, продукт. Где его идентификатор. Ну, правил, собственно, request id. В общем, вот таким вот образом. Ну и, соответственно, если у нас entity не найдено, то мы должны вернуть operation result. Если вы не нашли в базе, то есть, какой-нибудь неправильный идентификатор подсудили, тогда operation, add error, ну, пусть будет product, я не знаю, есть у нас такой exception, да, exception, да, каталог. Ну, давайте... каталог. What found exception name of product. И, сапитая, нам еще нужен как раз тот самый request и id мы допустим to string. Вот таким вот образом. И, собственно, здесь мне нужно теперь сказать, что все, больше ничего не нужно делать. Мне нужно вернуть этот самый operation. В общем, до свидания. вот смотрите, у нас есть предикат, мы можем сразу вернуть, ну, то, что нужно. Например, selector, selector, сказать, product special, ну, допустим, вот for edit. И тогда мне на выходе уже будет непосредственно product update и module. И это будет, собственно, result. И могу сказать вот так. result. Так вот. И, соответственно, категории, которые у меня, собственно, не наполнились, ну, о них нужно только наполнить. Естественно, здесь, конечно, вы сделаете wait. Вот. И где-то вот-вот, категории мы находим, наполняем, заполняем и возвращаем. Давайте проверим, что это работает. Давайте для начала посмотрим, что у нас здесь наполняется name, категории. Ну, то есть, теоретически то, что мы должны менять. И, в общем-то, как бы, это готов вариант. Давайте запустим и получим какую-нибудь сущность по идентификатору. Так. Вот. У нас сразу же я авторизуюсь. Здесь у нас нет. Нам нужен продукт. Get all. Try. Напоминаю, что это глупый метод. Никогда не требуется получать все объекты из базирования. Ну, есть некоторые исключения, но это не бизнес-процесс, а, допустим, в отчетах. И get for edit мы берем try. Получить. Мы не получили ничего, потому что... Давайте посмотрим, почему. Потому что мы... Потому что я, вернее, ничего не дописал. Вот. Ну, фигня получилась. Давайте я сделаю вот так. Опять, чтобы не тратить ваше время, я воспользуюсь копипастом. Get for update. Здесь нам нужен 1 и user. Ну, конечно же, контекст точка user. Вот таким вот образом. Ну и, соответственно, раз у меня этот метод, собственно, редактирования только для администраторов, давайте сюда добавим как раз того пользователя, который мы сюда опускали. Вот. И ignore request Так, давайте так. request request user is enroll update Ну, допустим, администратор. Давайте еще раз. Вот. Сработала эта система безопасности. Напоминаю, что лучше не забывать про нее. Окей. И мне теперь, опс, нужны опять все продукты. Давайте выдернем его гимнификатор. Get for edit. Отдайте мне на редактирование. Ну, и вот, собственно говоря, тот viewmodule, который мы получили, его нужно вот таким вот образом, естественно, без категории вот так вот скопировать и вставить, собственно, как будто мы сделали изменения вот сюда. Вот. И напоминаю, что категории, по большому счету, здесь не нужны. Ну, можно их игнорировать binding. Ну, и теоретически это должно выглядеть как-то вот так. Сейчас я это сделаю вот таким вот образом. Пусть visible будет true. И теги. Да, теги у меня неправильно собрались. Нам их нужно неправильно собрать в том смысле, что они должны дополняться. Вот join text страна text. А, ну да. Здесь должно быть select x name. Так. Стоп. И давайте вот так сделаем. Теперь получается, что после изменений я сохраню и посмотрим, что у нас есть на put. Ага. Давайте вот тоже подъедем вверх. Вот слава ругу. Хорошо. Удобно делает 3-Sharper. И здесь, по идее, мне нужно опять же сделать update. post update request какой-нибудь. Ну, и опять же, очень похож на post create request. Здесь мы делаем практически то же самое. что я добавляю. Добавляем. Ну, давайте я вот тоже скопирую. Ctrl-C, Ctrl-V. Так. Давайте я все лишнее пока закрываю. и вот этот вот открою и переверну. Кикпродукт пост update. Будет возвращаться. Так. как это у нас. Таким вот образом должно быть. Ну да. Здесь нужно добавить вот этот вот update. и по идее update у нас тоже готов. Давайте я даже его вот так сейчас переменую. И мы его даже здесь сразу используем. Вот он в поинтах. post update request. Здесь у меня уже будет model. post. Так. Как он мне называется? post update request. Ну, и что здесь, собственно говоря, нужно сделать. Нам приходит модель, которую мы должны набросить изменения на собственно говоря, сущность. И для этого нужно получить из баз данных. Давайте так. var entity равно repository get first default пусть будет predikat x id равен request нет. request model id то есть так мы найдем как раз тот самый продукт, который не нужно изменить. Далее. Так. Это пока мы закоррентируем. И далее мы проверим, что если entity из ну, то есть мы ничего не нашли, тогда operation и new new catalog нет found name of product ой мы его не нашли, а с таким вот вот так request model id вот такой мы не нашли, соответственно, тогда мы возвращаем operation. Ну, собственно, здесь все понятно. А если нашли, нам нужно сделать вот такую штуку. макер 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 собственно мы будем макер ну, мы давайте я явно укажу продукт апдейт юмодел на продукт и сюда, соответственно, мне нужно отпустить entity и соответственно этот request нет, наоборот мне нужна request .model , entity ну, для того, чтобы понятно было я написал что мы будем макерить на что и теоретически мне это не требуется потому что можно сделать это вот таким вот образом ну, и смотрите, все изменения которые были в модел они попадут в entity и дальше мне нужно этот entity просто сохранить так закроем все давайте проверим существует ли маппинг того, чего мы замаппили мы замаппили update product post update нет product update юмодел на product у нас такого нету давайте я вот так вот его создам здесь мы сделали на product для просмотра здесь у нас product update review model мы здесь игнорируем идентификатор категории мы тоже игнорируем review ну, то есть это свойство навигации так здесь здесь у меня уже будет установка на то, чтобы маппить это front давайте так вот mproperty мы будем игнорировать кредит 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 мы будем тоже игнорировать потому, что они у нас не меняются ну, вообще в принципе никогда ну, вот такой подход updated мы будем с здесь имеет смысл взять текущую дату и время map from date time m etc хотя теоретически есть эта обработка db context base вот здесь сущности которые наследуют они проверяются и здесь добавляется время автоматически если оно не было указано и вот я возьму вот таким образом вот так это поставлю updated add поставлю ignore потому, что он обновится внутри а здесь не пришло чтобы оно взяло из этого значения из контекстов и соответственно мне его нужно прокинуть по образу и подобие как это было здесь и я так наверное сделаю вот собственно замаркаться изменения дальше пойдет обработка тегов мы возьмем из модели засплетим их и в общем-то добавим их и здесь нам уже нужно сделать update и здесь нужно сделать ну и дальше в общем-то по накатанной теоретически мы выдаем уже обновлены результат вообще можно наверное запустить проверить давайте запустим получим для начала какой-нибудь продукт получим вот так вот мне нужен один давайте я его для начала скопируем получим для редактирования а теперь вот это вот я возьму и чтоб не ошибиться скопируем и теперь сделаем какие-то изменения ctrl b опять же мне здесь категории не нужны давайте уберу здесь допустим он у меня теперь видимый тег ну допустим будет тег 5 раз будет 5 5 5 пойдет 3 часов не брак ну и здесь поставим вот такой updated и здесь будет ну тоже аппетит вот я скопирую буфер чтобы не делать это тоже смотрите у меня какая-то штука наверняка не проставил ну так бывает давайте добавим мне нужно отключить фильтр потому что этот продукт невидимый игнор игнор опс игнор это query filter это request это user и enroll app data и система penetrator ну вот так давайте авторизуемся в любом случае это потребуется сделать и меня уже скопировал он мне нужен update я говорю execute и на выходе я получаю так так ага она говорит что у меня change tracker уже где-то использует продукт потому что я его не сделал разрешить на редактирование вот хорошая ошибка она показательная и здесь нужно сказать disable change tracking по умолчанию стоит false это говорит о том что мы не будем отслеживать изменения но так как я его получаю на изменения я отключаю возможность нет я включаю возможность управления change tracker и соответственно он будет уже подвержен изменениям которые система может принять сложно сказал ну ладно неважно так мы зашли давайте продукты сделаем update в конце концов товара так он у нас теперь получается из базы уже с редактированием так что-то не то я видимо ошибся давайте поставим point и еще раз начнем мы получили entity вот он у нас есть так есть и теперь собственно производим маппинг проверяем что у нас где-то тут updated уже появился цена обновилась теги почему-то а теги мы будем потом пропадывать updated updated что-то там я еще менял а visible true в общем да получается что обновился вот мы прошлись по тегам теперь смотрим что в entity есть уже три тега совершенно верно и соответственно пытаемся обновить и падает ну давайте опять же почитаем что здесь у нас происходит так походу я ну да конечно я disabled tracking как раз нужно не true а false запретить его отключение ну господи и просто руха бывает порноха так что прошу проще сказал одно сделал другое ну так бывает close update еще раз вот вот у нас нет ошибок вот у нас нет новая сущность замайкалась обратно вот результат вот три тега вот updated здесь true и все обновилось ну в общем то вот у нас обновленная сущность и вы видите что у нас редактирование сработало отлично переходим к удалению ну для начала посмотрим что у нас есть он есть метод заглушка сюда медиатор также приходит ну давайте тогда сделаем таким образом return медиатор send и так как у нас нет удаления давайте проверим есть у нас скопирую ставлю в продукты переименую и здесь мы будем теперь таким вот образом делать мы поменяем на продукт раз два три четыре пять шесть семь восемь окей ну таким образом получается что мы создали быстренько удаление я по образу и подобию скопировал по тому же принципу что и удалялся каталог ну я думаю что мне простите тут как бы мало что меняется все на самом деле очень просто самое главное что появляется точка расширения здесь можно сделать дополнительную логику выстрелить какие-то додумайные венты и так далее давайте здесь напишем ню продукт как я его назвал как продукт элит реклазь затем скопируем мне здесь соответственно нужно айди запятая контекст юзер ну и соответственно мне здесь нужен еще cancellation токен который живет тоже в контексте и в общем то можно проверять какой-нибудь продукт на удаление ну давайте для начала посмотрим какие продукты у нас есть давайте вот этот вот и удалим c не нравится у меня дэвид хочу и execute вау так у меня здесь ага тоже самое ну вот давайте сюда переключимся посмотрим да вот продукт странно что это работало для категории хотя я удаление там не проверял но здесь нужно сделать тоже самое disable tracking false не отключать его и соответственно я так понимаю что мне нужно сделать то же самое и вот здесь потому что здесь тоже видимо будет ошибка false странно что нет комментариев по этому поводу но давайте запустим и удалим все-таки продукт так во первых наверно мне нужно авторизоваться нет нет date delete also v ну в общем то все нет у меня продукта но это можно легко проверить если допустим get by id мне должен вернет not found так так get by id у меня есть product get by id давайте поставим breakpoint и идем я его не задействовал давайте тоже самое сделаем c 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 так на этом можно заканчивать я вас прошу при находении каких-то ошибок пишите комментарии к видео, либо на сайте колобонка.н. Это форма обратной связи, в общем-то, но тут получается, что мы закончили вот с этим, вот, и вот с этим, вот, и вот с этим, вот, ну и дальше будем делать ревью, но еще, может быть, поделаем как-нибудь по ходу, когда вы готов практически весь каталог, нужно будет пройтись по тем пунктам, которые влияют на, собственно говоря, другие сущности. Сейчас пока делаем методы, а потом будем реализовывать. Ну, наверное, на этом точно теперь все. Вам всего доброго и пишите правильный квад. Мастер-класс для пункта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова